Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует еще один, причем продолжительный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Очевидно, речь пойдет об обострении на границе России и Украины. Эту тему обсуждали сегодня в Москве помощник госсекретаря США Карен Донфрид и замглавы МИД России Сергей Рябков. Как следует, из сухого сообщения пресс-службы министерства стороны обсудили некие гарантии безопасности. Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантии безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе. Это цитата по сайту МИДа. До того, как посетить Москву, Донфрид побывала в Киеве, а после едет в Брюссель, чтобы согласовать позицию США с европейскими партнерами. Ее встреча с Рябковым продлилась 40 минут, никаких комментариев дипломат делать не стала. Что имеется в виду под гарантиями безопасности, обсудим с Аркадием Островским, обозревателем журнала «Экономист». Здравствуйте, Аркадий. Добрый вечер, Аркадий. Рада вас видеть в эфире телеканала «Дождь». Ну, слушайте, когда российская сторона говорит о гарантиях безопасности, после такого количества намеков и прямых заявлений вполне со стороны официальных лиц, кажется, что речь идет о невступлении Украины в НАТО. Что сейчас идет торг о том, чтобы Вашингтон, Брюссель или, не знаю, руководство Альянса сказали, мы обещаем, и расписались на какой-то бумажке, что Киев никогда не станет членом военного блока. Я правильно понимаю контекст или вы думаете, что это что-то не то? Вы знаете, ну, безусловно, идет какой-то торг, и, безусловно, Владимир Путин использует угрозу нападения на Украину как одной из таких главных карт, принуждая Америку к диалогу. И саммит, который и первый, и следующий разговор, который состоится, это прямой результат наращивания военных сил России на границе с Украиной. Требование, фактически, ультимативное, которое выдвинула Россия, которое выдвинул Владимир Путин, чтобы НАТО подписало, просто не знаю, чем оно должно, какими чернилами, кровью должно расписаться на том, что она никогда не будет больше расширяться на восток. Это требование является, на самом деле, провокационным, и оно ведет к эскалации, потому что Владимир Путин прекрасно понимает, что НАТО такую бумагу никогда подписать не сможет. И тут действительно есть некоторый интересный очень казус, который нужно понимать, что вообще идея НАТО о том, что нужно принимать страну, которая готова к вступлению и которая хочет этого, и она, эта страна должна, ее суверенное право вступать в такой альянс, нужно уважать, и каждая страна может выбирать сама, что ей делать, что ей не делать. Эта формула была результатом прекращения холодной войны. Эта формула была результатом того, что и Россия, и Запад, на самом деле, двигались, ну так или иначе, навстречу друг другу. И это продолжалось на протяжении 90-х годов, включая начало 2000-х годов. Потому что нужно напомнить телезрителям, что в 2000-м году Владимир Путин говорил, что он не видит никаких проблем с расширением НАТО, и что вообще Россия сама думает, ну если не вступить в НАТО, то как-то вот установить прям такие близкие отношения. И даже когда прибалтийские страны принимали в НАТО в 2004-м году, Путин это повторил, что он не видит никакой угрозы в расширении НАТО. Да ведь даже в какой-то момент шла речь о том, чтобы Россия могла вступить в Североатлантический альянс. И это тоже не исключалось ведь. Совершенно верно. И вот это нужно помнить. Поэтому эта формула НАТО, она была направлена на увеличение безопасности, на усиление безопасности в Европе. Но она была на самом деле, она работала только в ситуации, когда Россия была демократической страной, или таковой считалась, и когда была прекращена холодная война. Ни у кого в мыслях не могло быть в начале 90-х годов, что через 30 лет после распада Советского Союза мы окажемся в ситуации новой холодной войны. Просто воображение так не работало у политиков. Потому что конец холодной войны был результатом чаяния и желаний советских и российских людей. Поэтому в ситуации, когда Россия находится в состоянии фактически холодной войны с Западом, конфронтации с Западом, это формула, которая была направлена изначально на увеличение, усиление безопасности мира, укрепление безопасности мира. Она теперь, в ситуации, когда Россия находится в состоянии конфронтации с Западом, и когда Россия не признает суверенитет Украины, она ее не признает фактически, эта тема становится действительно довольно опасной и разделяющей. И НАТО никогда в этой ситуации не находилась и действительно оказалась между двух довольно сложных огней. Потому что, с одной стороны, НАТО не может отказаться, как демократический альянс, военный альянс демократических государств. НАТО не может отказаться от идеи, что каждая страна имеет право определять свое собственное будущее. И поэтому она говорит, что Украина и Грузия, если они захотят, могут стать членами НАТО. А с другой стороны, НАТО, вся идея направлена на укрепление безопасности. И она не хочет провоцировать Россию на какие-то агрессивные действия. И вот в этой серой зоне, эта серая зона и создает, на самом деле, условия для российской гибридной или не гибридной агрессии против стран бывшего Советского Союза. Потому что Россия прекрасно понимает, как ядерная держава, что НАТО никогда не будет угрожать России. И Россия прекрасно понимает, что НАТО не пустят в обозримой перспективе ни Грузию, ни в Украину в свои ряды. Конечно. Поэтому это заявление Путина, оно опасное, на самом деле. И логика его не до конца понятна. Либо это такая... Да. Понятно, что планируют. Именно поэтому никто сейчас на Западе, насколько я могу судить, не понимает, какие нужно делать прогнозы по Украине. Есть ли реальный план вторжения, или это какая-то фейковая история, это блеф. И Путин пытается торговаться и только. Но, Аркадий, в данном случае хочется понять, с учетом того, что Владимир Путин и Джозеф Байден встречались 6 месяцев назад в Женеве. После этого они вот разговаривали буквально на днях, у них был двухчасовой телефонный саммит. Теперь Байден говорит, возможно, мы снова поговорим, точнее, он говорит, я рассчитываю на еще один пространный продолжительный разговор. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, подтверждает, что такая беседа, возможно, состоится. О чем они разговаривают? Как вы думаете, что является предметом этого диалога? Ну, идет какой-то торг. И вопрос только, на самом деле, что будет делать Россия в ситуации с Украиной, известно только Владимиру Путину. Потому что он, а не Украина и НАТО, создавал эту кризисную ситуацию. И поэтому ему одному известно, какие у него намерения в отношении Украины. В Украине, кстати, это воспринимают довольно все спокойно. Это правда, да. Поэтому, на самом деле, в Реаке, и тут действительно есть опасность. Потому что либо это такое повышение ставок, и Путин говорит, что ну вот, как бы это наша изначальная позиция, а теперь давайте торговаться. Или Путин, на самом деле, делает это заявление, зная, что НАТО на это согласиться не может. И это есть такая операция прикрытия, создание казуса Бели для нанесения реального удара к Украине. Я не очень понимаю, что он, на самом деле, принесет Владимиру Путина. Потому что, в какой-то степени, угроза войны гораздо более ценная вещь для него политически, чем, собственно, реализация этой угрозы, которая приведет, безусловно, к санкциям, кризисам и так далее. И российское население не очень, на самом деле, поддерживает, по-моему, идею, не допускает вообще идею войны. То есть допускает, как мы знаем из опроса Левады, и вообще совершенно невероятно, что... Левада-центр признан иностранным агентом. Аркадий, я прошу прощения, что вас перебиваю, но я обязана это произнести. Кто признан иностранным агентом? Левада-центр. А, я думал, НАТО признан иностранным агентом. НАТО, это просто само по себе все очевидно. Но, на самом деле, ситуация, конечно, нервная и опасная. Поэтому, что, собственно, будет... Ну, безусловно, разговаривать гораздо лучше, чем воевать. Я думаю, что Владимиру Путину нужно... Ну, как бы есть тут много вариантов, но есть конкретная ситуация, связанная с Украиной. А ситуация, она следующая, что, с точки зрения Путина и Кремля, они вообще-то победили в войне 2014 года и заставили Украину подписать Минские соглашения просто с поддулом пистолета, что называется. И идея была в том, что нужно дать Донбассу автономию. Нужно, на самом деле, сохранить какой-то контроль над границей. Нужно все это, так сказать, обратно, значит, засунуть в Украину. И чтобы Донбасс имел право вето, фактически. И у России был таким образом такой вот рычаг, это была бы автономия, фактически российский протекторат внутри Украины. Вместо этого в течение шести лет идет обсуждение, никакого, на самом деле, движения нет. Украина не распадается, как было предсказано. Украина, отношения Украины с Западом на самом деле укрепляются. Донбасс обнесен такой, так сказать, карантинной кордонной линией. Да, стреляют, да, бывают, там, и довольно часто в столкновении, к сожалению, погибают люди. Но Украина как-то продолжает функционировать. И в этой ситуации, я думаю, что Кремлю должно быть очень обидно, что как же так? Мы победили, против нас ввели все эти санкции. А где победа-то? Ну как, победа в виде Крыма пока еще остается? Да, но Крыма недостаточно, потому что такая, просто вот, чтобы Украина как-то продолжала существовать так, как она существует, это тоже, с точки зрения Кремля, наверное, не очень правильно. Поэтому я думаю, что Путин пытается сказать Байдену, что давайте нам, так сказать, мы хотим результаты, и поскольку это ваш клиент, то вы должны, так сказать, так или иначе заставить их выполнить то, что называется минскими соглашениями. Но на самом деле все интерпретируют их по-разному. Я думаю, что это может быть тема. Тема может быть экономическая. Мы не знаем. На самом деле, Кать, если говорить честно, то никто не знает, во-первых, что в голове у Владимира Путина, а во-вторых, о чем они говорили первый раз с Байденом, и о чем они собираются говорить второй раз. Да, о чем они говорили второй, о чем будут говорить в третий. Знаете... Нет, о чем говорили они первый раз, мы знаем. Есть, конечно, опасение большое у стран Восточной Европы и Прибалтики, балтийских стран, чтобы не оказалось так, что жесткая риторика Джо Байдена не стала заменой реальных действий. Вот такое опасение действительно есть. У этих опасений есть основания. Они рождаются не на пустом месте. Мы видим, что нет тех шагов, которых ожидали в странах Балтии, в Польше, в отношении России, тех шагов, которые ожидали представители российской оппозиции, на самом деле, в отношении Владимира Путина и прочих. Но посмотрим, действительно, сейчас очень много разговоров о санкциях. И я надеюсь, что мы еще отдельно с вами о санкциях поговорим в эфире на телеканал Дождь, если вы не против. Просто нужно понимать, что, мне кажется, самое главное, что, конечно, главной задачей Джо Байдена, и я считаю, что эта задача правильная, и страна должна быть, так сказать, избежать конфликта и нападения, еще одного нападения на Украину. А если избежать, собственно, военного конфликта, то со всем остальным, так или иначе, можно справиться. Как говорил Зощенко, высшую меру я переношу с трудом, все остальное с Божьей помощью. Спасибо вам. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.